Всем добрый день. Мы продолжаем лекции по математической статистике. Сегодня третья лекция, и она будет посвящена, собственно, понятию статистики, статистика оценок. Сегодня мы познакомимся с тем, что это такое, какие бывают свойства, и немножко начнем методы, с помощью которых можно получать оценки с хорошими свойствами. Итак, давайте начнем с определения, естественно, и начнем с определения статистики. Собственно, определение это крайне простое. Оно состоит в том, что у нас есть наблюдение, и статистикой мы будем называть просто некоторую функцию от x. Ну, естественно, как всегда в теории вероятностей, мы должны брать только измеримые функции, то есть те функции, которые сохраняют нам свойства измеримости и подсчета вероятностей, возможности подсчета вероятностей. Ну, вот формально, значит, пусть у нас есть вероятностная статистическая модель x, bx и p, и предположим, что x — это наблюдение в этой модели, и пусть у нас имеется некоторое измеримое пространство e с сигма-алгеброй, e рукописное. Значит, что называется статистикой? Статистика s от x называется измеримая функция от наблюдения x. То есть наше отображение s, которое действует из выборочного пространства в множестве e, должно быть измеримым. То есть для каждого элемента b, сигма-алгебра e круглая, рукописная, выполнено, что его прообраз при отображении s, s минус 1 от b, то есть от множества тех x, которых s от x попадает в b, ну, должно лежать сигма-алгеброй bx. То есть статистика — это просто измеримая функция от наблюдения. Конечно, если у нас работаем в программатической модели, то наша статистика, чтобы ей называться статистика, она не должна зависеть от параметра. То есть мы работаем в ситуации, когда мы знаем x, и, соответственно, s — это должна быть такая функция, чтобы мы могли ее вычислить, зная только x, а не для этого не должно требоваться знания, например, параметра. Вот, поэтому тут это важно подчеркнуть. Теперь, что такое оценка? Ну, собственно, оценка возникает в том случае, если мы работаем в параметрической модели. Значит, пусть у нас снова есть вероятность на статистическом модели x, b, x и p, и наше семейство, по-рукописной, это на самом деле параметрическое семейство, состоющее измерка pt, где tt пробегает tt большая. Пусть x — это наблюдение в этой модели. Тогда мы будем статистику s от x называть оценкой, если она принимает значение в множестве tt большое. Ну, это совершенно естественно, да, то есть если она принимает там значение, то мы можем говорить о том, что она оценивает параметры, и в этом случае назвать ее оценкой неизвестного параметра tt. s от x может оценивать не только сам параметр, но и какую-нибудь функцию от него. Ну, например, если наш параметр многомерный, то мы можем пытаться оценивать, например, одну координату этого параметра, и в этом случае наша статистика должна принимать значение там, где принимает значение вот эта функция, например, tt большого. Так обозначим это множество значений. Вот, то есть оценка — это статистика, принимающая значение множество tt большое. Впрочем, вот на это определение мы, в общем, будем смотреть так нестрого и, по сути, использовать термины статистика и оценка почти как эквивалентные. Тут ситуация следующая, что, допустим, если у нас множество tt большое, скажем, дискретное для простоты, то может оказаться так, что статистика s от x попадает в это множество, ну, крайне редко, с вероятностью ноль. И, в общем, в этом случае говорить о том, что она его оценивает, с одной стороны, странно, с другой стороны, она может к нему вполне себе сходиться там в каком-то смысле, почти по вероятности, например. И тогда тоже можно, в принципе, говорить об оценке параметра. Так что, в общем, будем смотреть на это требование не совсем строго и говорить об оценках статистиках почти как об эквивалентных вещах. Это просто функция наблюдения, от которых мы что-то будем требовать. Ну, пробежимся по основным примерам. Как вообще можно предлагать какие-то варианты статистики оценок? Ну, не из потолка же их брать. Вот. Давайте попробуем понять некоторые принципы, по которым можно пытаться строить хорошие статистики и оценки. Давайте предположим, что x это у нас выборка, состоящая из элементов x1, xn. И выборка это, естественно, одномерная, то есть все x это просто случайные величины. В чем может состоять основная идея построения хороших оценок и статистик? Итак, идея следующая. Пусть у нас есть некоторый функционал g, который является функцией от распределения, от распределения напрямую. Да, вот если q у нас некоторое распределение, то мы получаем некоторое значение g от q. В общем, у нас есть функция от распределения. Функционал. Тогда мы можем в качестве аргумента в этот функционал подставить им наше эмпирическое распределение. Значит, по n со звездочкой. Это эмпирическое распределение построено по выборке x1, xn. И мы можем надеяться на то, что это потенциально окажется хорошей статистикой, но если сам функционал был неплох. Так что вот тут возникает сразу целый принцип. Это основная идея. Берем некоторые функционалы. Функционалы можно брать совершенно разные. Ну, давайте первое, что приходит в голову, наверное, это то, что называется выборочное усреднение. Значит, здесь в качестве функционалов выступают интегралы. И формально это выглядит так. Значит, пусть у нас есть некоторая функция, Боррелевская функция g от x напрямой. И функционалом g от q мы называем интеграл по прямой g от x q до x. Ну, в принципе, если g там ограниченная функция, то такой интеграл всегда существует. Конечный и так далее. Соответственно, вот получается такой функционал от распределений. И что получается, если мы подставим сюда в качестве аргумента эмпирическое распределение? Ну, тогда, по сути, мы получаем математическое ожидание. Математическое ожидание функции g по этому распределению. Эмпирическое распределение у нас устроено очень просто. Это равномерное распределение на элементах выборки. Соответственно, математическое ожидание в этом дискретном случае считается очень просто. Мы пишем 1n, это вероятность. Ну и суммируем значение. Это сумма по e от 1, c до n, g от x и 2. То есть это математическое ожидание распределения, которое принимает значение x1, xn, равновероятно. В статистике часто используется вот такое обозначение. g от x, ну, я жирная, то есть это вот наше наблюдение целиком. g от x с чертой. Это просто обозначение. Это обозначение вот для вот такого усреднения. Сумма по e от 1, c до n, g от x и 3 делить на n. Получается, среднее значение функции g просто по выборке. Вот это хороший функционал. И называется он выборочное усреднение. Ну, вот это обозначение можно часто использовать, часто будет встречаться у нас в статистике. И, в принципе, даже когда вы работаете в каких-то статистических пакетах, калькуляторах и так далее, можно часто встретить подобное обозначение. Какие у нас есть хорошие примеры? Какие функции можно брать? Да, ну, можно брать разные функции. Ну, самый простой пример, это, конечно, g от x равно x. Да, вот тут на слайде. Значит, g от x равно x. Это самая простая функция. И, соответственно, у нас получается в качестве статистики сумма по e от 1, c до n, x и 3, и все делится на n. Это называется выборочным средним, обозначается вот так вот x чертой. Ну, и так мы его будем называть, x чертой. Это такое простонародное название этой статистики. Выборочное среднее, ну, а по смыслу это просто среднее альфметическое значение элементов выборки. Естественно, обобщение этого примера, это g от x равно x степени k, где k у нас некоторое натуральное число. Ну, можно брать и ненатуральные числа, но, наверное, натуральные и естественнее. А тогда у нас получается статистика вида g от x степени k с чертой. Это сумма по e от 1, c до n, x и t в степени k, все делится на n. Смысл названия у этой статистики это выборочный момент порядка k. То есть, ну, у нас был функционал вида математического ожидания k от и степени. Тогда мы получаем выборочный момент в качестве соответствующей статистики. Так, это выборочное усреднение. Ну, подставляем функции, получаем разные усреднения. Хороший пример. Второй — это, естественно, продолжение предыдущего. То есть, мы берем выборочное усреднение, но теперь не сами по себе, а берем от них некоторые функции. Ну, это уже становится совершенно каким-то общим вариантом, да. То есть, у нас есть g1, gk — это некоторые баррелевские функции напрямой. И у нас есть h, действующий из rk в r. Это тоже баррелевская функция нескольких переменных. И мы рассматриваем наш функционал g как функцию h от функционалов вида интегралы, да. Ну, g от pn со звездочкой тогда будет задаваться формулой h от g1 от x чертой и так далее, gk от x чертой. Вот что получится. То есть, мы взяли, посчитали для функций g1, gk их выборочное усреднение, а дальше взяли какую-то функцию от них. Ну, почему нет? Тоже получается весьма интересная статистика. Какие у нас здесь есть хорошие примеры? Значит, можно взять такую функцию. Возьмем функцию двухпеременных h от x, y. Это x минус y в квадрате. А в качестве первой функции g1 мы возьмем x в квадрат, а в качестве второй функции g2 мы возьмем просто x. Тогда у нас получится статистика вида второй выборочный момент, x в квадрате с чертой, минус выборочное среднее в квадрате. Такая статистика имеет специальное название, это s в квадрате, и называется она выборочная дисперсия. Ну, вот обычная дисперсия, это второй момент, минус первый в квадрате у случайной величины. Здесь мы получаем выборочную дисперсию, как второй выборочный момент, минус первый в квадрате. Так что все весьма ожидаемо. Простое упражнение для слушателей. Проверить, что s в квадрате можно задавать немножко по-другому. Как 1n-ую сумму по е, 1 c до n, x и 3 минус x в квадрате. Ну, вот это уже выглядит совсем как дисперсия. Да, то есть мы считаем математическое ожидание квадрата. Второй момент, да, то есть, но вычитаем среднее. Вот x с чертой, это у нас выборочное среднее, оно же математическое ожидание для нашего эмпирического распределения. Мы из значения вычитаем математическое ожидание, выводим в квадрат, суммируем, нажимаем на вероятность. Это в точности дисперсия у выборочного распределения. Вот, называется это s квадрат. Так, ну и по аналогии с вот данной формулой можно предложить в качестве второго примера это выборочный центральный момент порядка k. Он задается формулой 1n сумма по е, 1 c до n, x и t минус x, то есть все в степени k. Ну вот, будем означать его mk. Понятно, что если вы тут раскройте скобки, то у вас получится функционал вот такого вида, где в качестве функции же это выступит там x, x квадрат, так далее, x степени k. Вот, это был второй пример. Хороший статистик, это функция от выборочных усоединений. Третий хороший пример это порядковые статистики. Вещь эта очень полезная, и мы часто будем это использовать, так что давайте введем здесь обозначения. Они достаточно стандартные. Значит, если у нас есть выборка x1, xn, то по этой выборке мы формируем другой ряд случайных величин. Это вот x1, x2 и так далее, xn в круглых скобках. Смысл следующий. Значит, x1 в круглых скобках это наименьшее значение из x1, xn. То есть это минимум из них. x2 это, соответственно, второй по порядку. То есть мы должны взять наименьшее значение из тех, кто осталось, когда мы уберем x1. То есть мы выкидываем x1 и берем минимум по оставшемуся набору. Соответственно, x3 это там третий по порядку и так далее, xj это житый по порядку. Ну и, наконец, в конце у нас получится xn. Это максимум из x1, xn. Самое большое значение. Порядковые статистики можно составить в вектор. x1 круглый и так далее, xn круглый. И этот вектор имеет специальное название, он называется вариационным рядом. То есть мы выборку переупорядочили и поставили по взрастанию. С помощью порядковых статистик можно построить следующие статистики. Это так называемые выборочные квантили. Давайте сначала введем понятие вообще квантили. Значит, пускай у нас есть некоторое распределение q, распределение напрямой, которое имеет функцию распределения f от x. И пускай у нас задано некоторое число p от 0 до 1. Тогда p квантили распределения q называется величина z, p равная наименьшему такому x, что f от x больше либо равно чем p. Ну вот, если f от x непрерывно, то для любого p у нас всегда будет достигаться здесь точная равенство. f от z от p будет в точности всегда p. Но вообще говоря, это не так, если f имеет разрывы. И давайте я переключусь на планшет, немножко порисую. Покажем, как вообще эта величина может выглядеть. Давайте нарисуем какую-нибудь функцию распределения. Да, вот. Значит, это у нас x. Это у нас f от x. И она как-то идет. Давайте предположим, что она идет. Как-то так. Тут у нас п растет. Дальше она прыгает куда-то вверх, ну и там уходит к единице, например. Вот что-нибудь в таком духе. Соответственно, у нас есть принципиально три случая. Значит, первый случай, это когда у нас функция, ну вот, например, что-нибудь вот тут у нас, допустим, вот здесь у нас уровень p1. И, соответственно, здесь у нас величина ztp1. Это величина квантиль, честная, то есть у нас прямо ровный, есть ровно одна точка, в которой достигается значение p1. И это значение, эта точка и будет квантиль. Ну, по сути, квантиль – это попытка взять обратную функцию к нашей функции распределения. f-1, но она может быть не совсем корректно определена, да, поэтому тут вот возникают разные трудности. Может быть ситуация такая, что, вот, скажем, вот здесь, здесь у нас значение, скажем, p2. Здесь есть целый отрезочек постоянства у нашей функции распределения. Соответственно, есть целая масса точек, в которых значение ровно p2. И вот среди этих точек мы должны взять наименьшую. То есть вот мы берем здесь ztp2, это вот левый конец этого отрезка. И, наконец, третий случай – это когда у нас есть какое-то значение, которое вообще не достигается, вот, скажем, p3. У нас вообще нет такой точки у функции распределения, что она равна p3. Тогда в качестве квантилия мы используем ту точку, наименьшую точку, в которой значение превышает p3. Вот здесь, на картинке, вот эта точка будет ztp3. Вот, то есть здесь либо у нас есть одна точка, тогда все хорошо, либо этих точек целый отрезок, тогда мы берем левую, левый конец отрезка, либо этой точки вообще нет. Тогда мы попали в разрыв, и надо взять точку, в которой, ну вот, ближайшую точку слева, в которой значение превышает p3. Вот, ну, поскольку у нас функция распределения неправильно справа, то эта точка корректно определена. Теперь, собственно, квантилия — это тоже некоторый функционал. Соответственно, можно взять эмпирическое распределение и посмотреть на его квантили. Это будут хорошие статистики, которые мы будем называть выборочными квантилями. Значит, соответственно, выборочные p-квантилия называются p-квантиль эмпирического распределения. p-квантиль со звездочкой. И можно здесь и предложить явную формулу. Вот она на слайде. Значит, обозначим это znp. Напомним, что наше эмпирическое распределение — это дискретное. Сосредоточено на точках x1, xn и принимающее значение равновероятно. То есть эмпирическая функция распределения, как мы помним, она идет такой вот лесенкой и принимает значение только вида k делить на n, где k бегает от нуля до n. Соответственно, почти всегда у нас будет вот самый третий случай, когда нет значения, нет точки, в которой значение функции распределения в точности равно нашему p. Поэтому мы будем вынуждены брать ближайшую точку, в которой это значение строго больше. Но вот если np все-таки целое, то есть p это вида имеет k делить на n, то тогда мы должны взять k-ту порядковую статистику. То есть в данном случае статистику с индексом np. Это будет наш квантиль. Если же np — это не целое число, то у нас точного решения нет. Соответственно, мы берем статистику с индексом целой части np плюс 1. Ну или там можно было написать верхнюю целую часть. Вот это называется выборочная квантиль. С выборочной квантилью мы познакомимся более детально в следующий раз. Так, и еще один способ нахождения оценок — это так называемые m-оценки. Выглядят они достаточно странно, но в дальнейшем мы увидим, что подобный подход вполне осмысленный и может приводить к очень хорошим оценкам. Значит, пусть у нас есть какой-то набор функций параметрический. То есть вот у нас есть функция ψ от х тета. То есть для каждого тета это какая-то баррельская функция. И тогда m-оценка называется следующая статистика. Вот обозначим ее с от х. Это аргумент максимума по всем тета вот данного выражения. Сумма по и от 1 с и до n, ψ от х и т тета делить на n. То есть мы берем вот эти наши функции ψ, суммируем по всем значениям выборки, получаем какую-то функцию от параметра. Дальше у этой функции от параметра мы ищем точку максимума. И вот то значение параметра, при котором при заданных х получается максимальное значение нашей суммы, это и есть некоторая статистика s от х. Конечно, тут возникают вопросы всякие, связанные с измеримостью подобного отображения, единственностью и так далее. В общем, тут. Но если у нас вдруг так получилось, то это вполне может оказаться хорошей оценкой. И в нашем курсе будет пример такой оценки. Это будет оценка максимального подобия. Одна из лучших оценок, которую можно предложить. В общем случае для оценивания параметра. Хорошо, это были примеры. Это были примеры статистика оценок. Теперь давайте поймем, какие мы хотели бы видеть свойства у оценок в первую очередь. Понятно, что можно предложить их массу оценок разных, но вот какие бы свойства мы хотели видеть у оценок, чтобы мы могли их осматривать в качестве хороших, то есть тех, которые действительно неплохо оценивают наш неизвестный параметр. Свойств будет несколько. И первый из этих свойств называется несмещенность. Значит, пусть у нас х — это некоторое наблюдение с неизвестным распределением p, лежащим в параметрическом семействе pθ, где θ прибегает θ большое, и мы считаем, что θ — это коммерный параметр, то есть параметр вещественный, но многомерный. Тогда мы будем говорить, что оценка θ с крышкой от х называется несмещенной оценкой параметра θ, если для любого θ из θ большого у нас есть равенство. Математическое ожидание θ θ с крышкой от х равняется самому параметру θ. Давайте попробуем пояснить вот эту запись, потому что об этом мы говорили две лекции назад. Напомним, что запись математического ожидания с нижним индексом θ означает, что при взятии математического ожидания мы предполагаем, что наша выборка взята из этого распределения. То есть как бы это настоящее распределение, мы считаем математическое ожидание в предположении, что это распределение истинное. То есть вот θ от p с крышкой, θ с крышкой от х — это интеграл по выборочному пространству, θ с крышкой от х по pθ dx, по мере pθ. Вот. Ну то есть смысл вот этого равенства, он следующий. Правая часть — это некоторая функция от параметра, на данном случае сама θ. Левая часть получается, меняя параметр, мы получаем тоже некоторую функцию от параметра. И смысл такой, что это определение, этого определения такой, что наша оценка такова, что каково бы ни было истинное значение параметра, наша оценка в среднем будет выдавать сам параметр. Вот это выглядит такая вот прямо всегда в среднем правильная. Вот. Ну в качестве примера давайте какие-то примеры приведем, чтобы это было более наглядно. Значит, давайте выборку возьмем x, x1, xn, выборку из нормального закона с параметром θ1. Тогда в качестве несмещенных оценок параметра θ мы можем предложить, во-первых, например, x1. То есть просто математическое ожидание x1 у нормального закона — это θ. Так что если мы взяли из-за θ1, мы в среднем будем равны θ. Но и x-чертой тоже подойдет, выборочное среднее, оно тоже имеет в среднем математическое ожидание равное θ. Так что это несмещенные оценки. Второе свойство, которое нам будет крайне нужно, это свойство состоятельности. И вообще это такое принципиальное свойство, которое, если у вас нет свойства состоятельности в асиментатических вопросах, то, в общем, эту оценку надо выкинуть, она никуда не годится. Здесь мы предполагаем, что x, наше наблюдение, это выборка неограниченного размера, которая, опять-таки, взята из неизвестного распределения в ближайшем параметическом семействе pθ. И θ снова вещественный многомерный параметр. И определение здесь следующее. Мы говорим о том, что оценка ttn с крышкой это x1, xn. Ну, а правильнее говорить, конечно, последовательность оценок, но мы будем говорить про одну оценку, хотя видно, что эта оценка, во-первых, с ростом n изменяется, во-вторых, у нее вообще увеличивается число аргументов, да, то есть количество элементов выборки, которые являются, ну, от которых зависит наша оценка, оно меняется с ростом n. Ну, и смысл такой, что мы со временем получаем больше наблюдений, и, соответственно, можем их учитывать, немножко перечитывать эту оценку, чтобы делать ее более точной. Так вот, последовательность оценок ttn с крышкой называется состоятельной оценкой параметра θ. Если для любого θ из θ большого, ttn с крышкой от x1, xn по вероятности сходится к θ, ну, по вероятности pθ с ростом n. Снова давайте прокомментируем, что означает подобная запись. Она означает, что для любого θ из θ большого и для любого положительного ε вероятность pθ того, что ttn с крышкой от x1, xn минус θ по норме больше равна, чем ε. Вероятность эта стремится к нулю с ростом n. Да, то есть снова мы считаем эту вероятность в предположении, что θ это истинное значение параметра. Вот, то есть снова, каково бы ни было истинное значение параметра, мы все равно к нему сойдемся. Так что вот такая очень хорошая оценка. Пример. Давайте рассмотрим снова тот же самый пример, то есть выборка x1, xn из нормального закона. Это единица. Тогда по закону больших чисел оценка выборочной средней x чертой является состоятельной. Да, она по вероятности сходится к своему математическому ожиданию, то есть к θ. Следующее свойство, ну, просто усиливает предыдущее. Это называется сильная состоятельность. Зачастую проверить проще, чем предыдущее. Но принципиальной разницы между ними нет, и, как правило, можно обойтись состоятельностью. Ничего сложного в этом нет. Вот, но введем для того, чтобы просто было такое понимание. Значит, оценка ttn с крышкой от x1, xn, то есть снова мы, по сути, имеем дело с последовательностью оценок, каждая из которых на каждом шаге у нас зависит от своего набора элементов выборки. Она называется сильная состоятельная оценка параметра tt. Если снова для любого θ, ttn с крышкой от x1, xn сходится к θ почти на верной, но почти на верной по мере pθ. То есть снова, каково бы ни было истинное значение параметра, мы к нему сходимся почти на верной. Ну, а формально эта запись, еще раз напомним, означает, что для любого θ вероятность pθ того, что предел ttn с крышкой от x1, xn равен θ, такая вероятность равна 1. Пример у нас тот же самый. Это у нас выборка x1, xn из выборка из нормального закона θ1. Тогда по усиленному закону больших чисел мы получаем, что оценка x4, выборочная средняя, является сильно состоятельной. Тут все просто. Понятно, что сильная состоятельность сильнее, чем состоятельность. Вот. И четвертое свойство, которое нам будет нужно, это так называемая асимпатическая нормальность. В принципе, асимпатическую нормальность можно вводить по-разному. И можно вводить ее в многомерном случае. Но давайте в нашем курсе мы ограничимся одномерным вариантом. Значит, предположим, что θ это одномерный вещественный параметр. И снова мы будем говорить о том, что оценка θn с крышкой от x1, xn, а точнее последовательность оценок, называется асимпатически нормальной оценкой параметра θ. Если, снова, для любого θ из θ большого, корень из n на θn с крышкой от x1, xn минус θ, то есть, ну, выглядит это как центральная предельная теорема, да, то есть мы вычитаем параметр, умножаем на корень из n. По распределению это сходится к нормальному закону с параметрами 0σ2 θ. То есть, в пределе мы должны по распределению получить нормальный закон, правда, со средним 0. Но вот эта дисперсия, которая возникает в пределе, она может зависеть от параметра. И эта функция называется симпатической дисперсией оценки θn с крышкой. То есть, здесь у нас вполне может быть какая-то зависимость от параметра. Ну, снова опять формально, что вот это все значит. Тут написано d θ, да, по распределению. С этим, с этой записью мы еще не сталкивались. Но это означает, опять-таки, что мы смотрим сходимость в предположении, что θ – это истинное значение параметра. Да, то есть, для всякого θ и для любого х на прямой мы смотрим на предел вероятный, ну, на функцию распределения, по сути, этой случайной личины. Корень из n, θn с крышкой от x1, xn минус θ. Смотрим вероятность того, что это меньше равно, чем х, но вероятность по мере pθ. И это должно быть равно φ, значит, φ от x – это у нас функция Лапласа, это функция распределения стандартного нормального закона. φ от x делить на σ. Да, σ, ну, тут имеется в виду σ положительную, взяли. Вот. Вот что означает это равенство. Вот эта сходимость. И давайте возьмем какой-нибудь пример, посмотрим. Ну, для нормального распределения пример плох, потому что там не будет никакого исходимости. Ну, то есть, исходимость формально будет, но, по сути, мы там имеем дело просто с нормальным законом и там равно по распределению. Давайте возьмем что-нибудь другое. Скажем, схему Бернули, да. Пускай выборка у нас, x1, xn, выборка из бинемиального закона в правильном форме 1 θ, на самую монетку 1, 0. Тогда центральный пределный теорема нам говорит о том, что оценка выборочной средней, x4, является синтетически нормальной оценкой параметров θ. Вот. Ну, а синтетическую дисперсию, я думаю, что все могут посчитать по центральному пределному теореме. Так. Вот это четыре основных свойства. Заметим некоторые отличия между ними. Во-первых, три свойства. Это состоятельность, сильная состоятельность и асимптотическая нормальность. Это так называемые асимптотические свойства. То есть, это свойства, которые имеют смысл только в случае выборки большого размера. То есть, мы там что-то в пределе получаем. Ну вот, если у вас выборка не очень большая, то надеяться на то, что те оценки, которые вы предложите, окажутся рядом с парами, там, достаточно трудно. Несмещенность — это свойство, которое, наоборот, никакой асимптотикой не обладает. Это то, что я тут в кавычках назвал «конечное свойство». И оно находится перпендикулярно по отношению к ним. То есть, оценка может быть состоятельной, но и не смещенной, может быть состоятельной, но смещенной, может быть не состоятельной и не смещенной. В общем, тут все, что угодно может быть. Вот, так что оно такое немножко перпендикулярное. Это свойство трем асимптотическим. И это именно конечное свойство. То есть, мы просто берем конкретную выборку или даже если у нас не выборка, а просто какое-то наблюдение, там, мы могли получить зависимые какие-то величины, еще что-то, вы можете рассуждать по несмещенности. Оценить можно только не сам параметр, можно не только сам параметр, но и какие-то функции от него. Скажем, мы возьмем какую-то функцию от тета, и определения свойств сохраняются. Да, ну давайте, может быть, я вернусь на слайдах и пронимать стрибу, скажем. Ну вот, сильное состоятельность. Что здесь поменяется? Ну, собственно, здесь вместо тета будет стоять тауа от тета, и все. То есть, мы говорим, что мы сильная состоятельная оценка тауа от тета. Если для любого тета, мы сходимся к ней почти наверное. Соответственно, здесь у нас, ну вот здесь напишется тауа от тета. И, собственно, все. То же самое с асимпетической нормальностью. Здесь заменяем тета на тауа от тета, и получается какая-то асимпетическая нормальность. Ну, вопрос, насколько искать отдельно функции от параметра и, то есть, оценивать функции от параметра и сам параметр, это вопрос немножко такой дискуссионный. Мы чуть позже узнаем, что, в принципе, это осмысленная вещь. Вот. Но, казалось бы, вот такой здравый вопрос. Предположим, у нас тетан с крышкой от xnxn хорошо уже приближает тета. Ну, она, допустим, оценка состоятельная. Что мы можем предложить в качестве хорошей оценки для функции тауа от тета? Ну, совершенно естественно ожидать, что функция тауа от тетан с крышкой, она и будет хорошей оценкой для тауа от тета. И это действительно так. Давайте поговорим про наследование свойств. Значит, пусть у нас тетан с крышкой от x1xn это сильно состоятельная, ну, или просто состоятельная оценка параметра тета. Если тауа от тета непрерывна, на множестве значений параметра, то есть на множестве тета большое, то тауа от тетан с крышкой от x1xn будет сильно состоятельной, ну, или состоятельной оценкой тауа от тета. Доказательство этого утверждения тривиально. Это просто напрямую следую, то есть тарема наследования нисходимости. Да, мы взяли функцию, которая непрерывна там, где принимает значение предельная величина, в данном случае наш параметр. Вот, и все. Получается сразу, что сходимость сохраняется, была почти наверное, она же осталась. Была по вероятности, осталась. Так что это утверждение крайне простое. Чуть сложнее с асимпатической нормальностью. Пусть тетан с крышкой от x1xn это асимпатически нормальная оценка параметра тета, которая имеет асимпатическую дисперсию, скажем, сигма квадрата, сигма квадрата тета. Пусть у нас есть тау, это функция, которая дифференцируема на множестве тета большое, и здесь оно у нас одномерное. Тогда тау от тетан с крышкой от x1xn это будет тоже асимпатически нормальная оценка параметра тау от тета, но у него поменяется асимпатическая дисперсия. Вот это весьма ожидаемо. Значит, дисперсия поменяется следующим образом. Мы сигму квадрат оставляем, но домножаем на тау штрих от тета в квадрате. А вот здесь это самое производное, тау в точке тета возникает. Вот, то есть асимпатическая нормальность тоже наследуется, но асимпатическая дисперсия меняется. Докажем это утверждение. Значит, что здесь надо сделать? Ну, собственно, здесь тоже все просто. Возьмем условие. Нам дано, что тетан с крышкой это асимпатически нормальная оценка. То есть для любого тета корень из n на тета n с крышкой от x1, xn минус тета по распределению сходится к n0 сигма квадрата тета. Это нам дано. Теперь переменим дельта метод с прошлой лекции. Да, то есть мы хотим сюда подставить некоторую дифференцируемую функцию. Подставляем, значит, корень из n от тава от тета n с крышкой от x1, xn минус тава от тета. Согласно дельта методу получаем, что это по распределению сходится к произведению того, что было, то есть нормального закона 0 сигма квадрата от тета умножить на производную нашей функции в точке тета, да, в точке, которую мы здесь вычитаем. Вот. Ну и осталось заметить, что нормальный закон, умноженный на константу, это тоже нормальный закон, но с немножко другими параметрами. Ну, среднее у нас 0, поэтому при умножении того штриха оно не меняется. А дисперсия меняется на вот эту константу в квадрате, да, то есть при умножении случайно на константу, и дисперсия умножается на квадрат этой константы, то что получается того штриха от тета в квадрате. Вот. Ну, собственно, и все утверждение. Ну, кажется, что вот в одномерном случае в этом большого смысла нет, да, то есть, ну, если мы уже хорошо оценили параметр, зачем нам оценили какую-то функцию от него? На самом деле, конечно, это так. Другой вопрос, что, по сути, часто нам надо работать в обратную сторону. То есть, мы каким-то образом, допустим, применив центральную предельную теорему, хорошо оценили какую-то функцию от параметра, а не сам параметр. Нам хочется оценить сам параметр. И если это tau хорошая функция, то есть, у нас есть обратная функция, она там непрерывная и дифференцируемая, тогда мы можем, по сути, проворачивать это утверждение в обратную сторону. То есть, мы асимпатически нормально оценили не параметр, а tau. Функция tau в минус первой дифференцируема. Тогда у нас взятие функции tau в минус первой. Вот эта n с крышкой будет асимпатически нормальной оценкой уже самого параметра тета. Ну и остается разобраться с асимпатической дисперсией. Вот. Ну, чтобы не загромождать слайды, я здесь этого приводить не буду. Идейно это понятно. Давайте рассмотрим просто конкретный пример и посчитаем что-то, что и слушатели осознают, как это работает. Ну, вот давайте возьмем такую классическую вещь, как экспоненциальное распределение. Значит, пусть x1, xn это выборка из экспоненциального распределения с параметром тета. И мы хотим предложить асимпатически нормальную оценку параметра тета. Напишем плотность. Плотность x этого одного элемента выборки имеет вид по тета от x. Это тета на есть тип минус тета и x на индикатор того, что x положителен. Можно найти разные определения, экспоненциальное распределение с параметром тета. Кто-то пишет, что должно быть наоборот. То есть тут мы в экспоненте делим на тета. Но я буду использовать вот это обозначение. Вот такое определение. Вот. Из некоторых соображений мне так удобнее. Поэтому математическое ожидание, если мы посчитаем e тета от x этого, это будет 1 на тета. Ну, соответственно, дисперсия будет 1 на тета квадрата. Вот. Ну и тем самым мы можем сразу написать асимпатически нормальную оценку, но не для самого параметра, а для 1 на тета, для обратной функции. То есть, согласно центральной предельной теореме, корень из n на выборочной средней с чертой минус 1 на тета по распределению сходится к нормальному закону 0 дисперсия одного элемента выборки, то есть 1 на тета квадрата. Хорошо. А мы хотим оценивать сам тета. Как нам быть? Давайте рассмотрим функцию tau, это 1 на x. Это функция дифференцируема при положительных x. И тогда, согласно нашему утверждению, мы получаем, что корень из n на tau от x чертой минус tau от 1 на тета по распределению сходится к производной функции tau. Но единственное, что стоит обратить внимание, что мы должны взять производную в той точке, которая была вот здесь. То есть не в точке тета, а в точке 1 на тета. Тау штрих от 1 на тета умножить на нормальный закон, такой, который был 0, 1 на тета квадрата. Тау от x чертой. Это у нас 1 на x чертой, да, это просто единица. Тау от 1 на тета – это сам тета. Ну и осталось посчитать тау штрих. Значит, тау штрих от x – это минус 1 на x квадрат. В качестве x мы подставляем 1 на тета, получаем тета квадрат со знаком минус в числителе. И умножаем на нормальный закон. Средняя 0, она ни на что не умножается, а дисперсия умножается на величину в квадрате, то есть на тета в четвертой. Получается тета в четвертой на тета квадрата – это тета квадрат в числителе. В общем, мы делаем вывод, что асимптотической нормальной оценкой параметра тета является величина 1 на выборочное среднее и асимптотическая дисперсия. У подобной оценки это тета квадрата. Так, немножко поговорим о соотношении между свойствами. Ну, про сильную состоятельность я уже сказал. Сильная состоятельность влечет обычную состоятельность. Она более сильное свойство. Но и асимптотическая нормальность – это тоже более сильное свойство, чем состоятельность. То есть из-за асимптотической нормальности следует состоятельность. Это просто упражнение для слушателей. Несмещенность, как я уже сказал, не дружит ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Оно может как быть так и не быть. В общем, тут есть совершенно разные варианты. Вопрос, которым мы зададимся дальше, следующий. Значит, мы предложили некоторые свойства. Это свойства, которые мы считаем хорошими и которые мы хотели бы видеть у наших оценок. Но вопрос следующий. Какие можно предложить методы построения хороших оценок? Оценок с хорошими свойствами. Нас интересуют, прежде всего, асимпатические свойства, потому что несмещенность – это отдельная трудная задача. Искать несмещенные оценки. Поэтому давайте пока ограничимся именно асимпатическими свойствами. Скажем, мы хотим асимпатическую нормальность или хотя бы просто состоятельность. Методов бывает много. Мы разберем несколько таких классических методов в рамках курса. Мы разберем, в первую очередь, метод моментов. Это самый простой метод, который был предложен, наверное, самым первым исторически. Обсудим его, его преимущества, недостатки. Далее поговорим про выборочные квантили. Поймем, что они тоже весьма хорошо обладают хорошими свойствами, как оценки обычных квантили. И еще важный метод, который будет обладать хорошими асимпатическими свойствами – это метод максимального правдоподобия. Но его мы пройдем чуть позже, потому что, прежде чем его изучать, надо узнать о том, что такое информация Фишера. Ну а вообще, какой может быть общий принцип нахождения хороших оценок? Это принцип подстановки. Он в каком-то смысле следует той самой идее, которую мы ставили, когда разбирали примеры статистик. То есть, снова надо брать какой-то хороший функционал и подставлять в него эмпирическое распределение. Ну вот, какой функционал мы потенциально здесь можем считать хорошим? Ну вот, предположим, что для параметрического семейства Ptheta мы нашли специальный функционал G. Такое, что для всех θ, G от Ptheta – это в точности сам θ. То есть, мы нашли такой функционал, который при любом распределении из нашего семейства, которое он нам дает, он выдает значение параметра. Тогда, если вдруг мы такой функционал нашли, тогда совершенно естественно пытаться взять оценку вида G от Pn со звездочкой. Это будет оценка по методу подстановки. Мы будем означать вот это со звездочкой от x1, xn. Ну а Pn со звездочкой – это, я напомню, эмпирическое распределение, построенное по выборке x1, xn. Когда мы говорим об асимпатических вопросах, то, конечно, мы имеем в виду, что работаем с выборкой, потому что иначе не очень понятно, в чем стоит база предела, что куда стремиться и так далее. Так что, да, когда мы говорим об асимпатических свойствах, мы имеем дело с выборкой бесконечного размера, и, соответственно, можно строить эмпирическое распределение. Ну и вопрос, какие функционалы можно брать. Значит, первая идея, которая пришла в голову людям, это следующее. Моменты определяют параметры распределения. То есть давайте вот у нас есть поэмпирическое семейство, посчитаем моменты, первый, второй, третий и так далее. Все они будут какими-то функциями от параметра. И если эти функции хорошие, то есть они однозначно определяют наш параметр, то, соответственно, мы можем моменты взять в качестве функционала, который однозначно определяет параметр. Вот. Ну вот эта идея родилась первой, и она привела к тому, что сегодня называется методом моментов. Значит, пусть у нас есть выборка x1, xn. Выборка берется из неизвестного распределения p, лежащего в параметрическом семействе pθ. tθ прибегает, tθ большое. И tθ — это коммерный параметр, вещественный. Далее. Пускай мы смогли подобрать такие Боррелевские функции, g1 от x и так далее, gk от x. Такие, что вот такой набор значений, математическое ожидание θ, g1 от x1 и так далее, математическое ожидание θ, gk от x1. Такой вектор однозначно определяет параметр θ. Ну вот недаром здесь мы взяли ровно столько функций, какова размерность нашего параметра. То есть мы считаем, по сути, математическое ожидание нашего элемента выборки от функции g1 и так далее, gk. Это тоже будут какие-то функции от параметра. И эти функции могут однозначно определить параметры. Ну то есть формально это выглядит примерно так, что мы вводим функции m и t от θ. Это математическое ожидание θ от функции g и t от x1. По всем и от 1 и так далее. И мы смотрим на вектор функции m, который действует из θ большого в rk. Соответственно, вот m и t от θ, это ее и t координата. И мы говорим о том, что наша функция m это просто объекция между θ и своей областью значений. Вот и все. Тогда идея следующая. Значит, оценка θ по методу моментов с пробными функциями g1 и gk называется такая величина от θ со звездочкой от x1 и xn, которая является решением следующей системы уравнений. Ну, систему уравнений мы решаем относительно параметра θ. То есть m1 от θ мы приравниваем g1 от x с чертой и так далее. mk от θ это gk от x с чертой. Решаем эту систему относительно θ ну и получаем какое-то решение, поскольку мы предполагаем, что тут все взаимно однозначно, то решение какое-то находится. Вот если нашли, то вот это и есть оценка параметра по методу моментов с заданными пробными функциями. То есть функции мы можем менять и находить какие-то разные оценки. Ну, тут, наверное, может быть мы сейчас чуть позже доберемся до примеров. Давайте немножко поговорим про то, насколько все это корректно. Ну, то есть наша функция θ со звездочкой это по сути просто обратная функция m, которая подставляется в качестве аргумента вот это g1 от x с чертой и так далее, gk от x с чертой, выборочные усреднения наших функций по выборке. Трудность здесь состоит в том, что, конечно, если наше множество θ достаточно плохое, θ большое имеется в виду, то вот эта правая часть из выборочных усреднений может оказаться либо вообще всегда, либо с положительной вероятностью, просто может не попасть вот это множество m от θ. Соответственно, мы не сможем решить систему чисто формально. В этом есть такой некий серьезный минус метода. Ну, например, если наше множество значений параметров дискретно, а наши выборочные усреднения берутся там из какого-нибудь абсолютно неправильного распределения, скажем, то с вероятностью 1 окажется, что они не попадут в это множество. Это большое, и, соответственно, мы там ничего не найдем. То есть формального решения нет. Поэтому, конечно, вот здесь стоит говорить о том, что, во-первых, вот здесь написано, да, на замечании 1, что если множество не является открытым, например, то тогда такой вектор может вполне оказаться, что с большой вероятностью он вообще никуда не попадает в область определения функциями минус 1. Так что здесь, когда мы работаем с методом моментов, мы предполагаем, что вообще, грубо говоря, θ принимает все возможные значения, то есть никак не ограниченывается, и тогда это выглядит вполне естественно. Какие пробные функции брать? Ну, вот это отдельный вопрос. Метод параметрический, поэтому пробные функции можно брать разные. В стандартном варианте вы берете просто моменты. То есть g1 от x это x, g2 от x это x квадрат и так далее, gk от x это x степень k. Соответственно, просто считаем первый к моментов и смотрим, насколько они определяют значение нашего параметра. Ну, для всех стандартных распределений это действительно подходящая вещь. То есть взяв первый к моментов, мы однозначно определим параметр. Там, для нормального распределения гаммы и так далее. В общем, все стандартные распределения здесь подойдут. Ну, давайте, чтобы уже перейти к каким-то содержательным вещам, давайте посмотрим на пример. Разберем пример нахождения оценки по методу моментов. Значит, пусть у нас есть выборка x1, xn и выборку мы это взяли из нормального распределения с параметром θ двумерным, а σ квадрат, а это математическое ожидание σ квадрат, дисперсия. Значит, а принимает все значения, σ положительные. И мы хотим найти оценку параметров θ по методу моментов. Что нам нужно делать? Ну, собственно, надо посчитать первые два момента. Ну, мы возьмем стандартные пробные функции. И надо посчитать первые два момента как функции от параметров. Ну, вот первый момент — это математическое ожидание, и оно у нас равно a. Второй момент — это... Второй момент, да? Значит, это математическое ожидание в квадрате плюс дисперсия. Вот как вычисляется второй момент. Значит, это будет n квадрат плюс σ квадрат. Ну, и тем самым мы получаем систему. То есть мы хотим систему решить относительно a и σ. Значит, а со звездочкой у нас будет равно x чертой. Первый момент мы приравниваем к x чертой. Второй момент мы приравниваем к x квадрат с чертой. Здесь у нас стоит а со звездочкой в квадрате, σ со звездочкой в квадрате. И, решая эту систему, мы находим ответ. Ну, система решается очень просто. Да, первое уравнение — это уже решение. А со звездочкой — это x чертой. Из второго уравнения мы находим сигнал квадрат со звездочкой. Это x квадрат с чертой минус а со звездочкой в квадрате. То есть x чертой в квадрате. Но это выборочная дисперсия с квадратом. Так что здесь у нас никаких проблем нет. Вот. Так что с точки зрения такого практического решения, это метод очень простой. Идейно. Вот. Ну а какими свойствами обладает оценка? По методу моментов все-таки. Как раз уж мы этот метод рекламируем. Давайте обсудим кратко о том, какие свойства у нас могут быть. Ну давайте пусть ttn со звездочкой от x1, xn. Это корректная определенная оценка по методу моментов. То есть это функция m в минус первая от вырученных усреднений. g1 от x чертой и так далее. gk от x чертой. Если наша функция m минус первая непрерывна на множестве m от θ, то есть m от θ большого, то есть там, где принимает значение функция m, то мы говорим о том, что она сильно состоятельная оценка параметра θ. Ну корректная определенная оценка, то есть мы можем решить это уравнение. Это уравнение разрешим, является измеримой функцией там и так далее. Так что сильная состоятельность у нас здесь заведомо гарантирована. Доказательство очень простое. Значит, что мы здесь делаем? Ну здесь просто пользуемся теоремой наследования исходимости, которую мы изучали на прошлой лекции. Да, значит, что мы делаем? Мы фиксируем произвольное θ. И согласно усиленному закону больших чисел мы говорим о том, что усреднение функции g житая от x чертой, это сумма по e1 до n g житая от x и того деленное на n, почти наверное, это сумма независимых одинаково спеленных случайных величин, она почти наверное сходится к своему среднему. Ну, под это почти наверное мы сходимся к среднему e θ, g житая от x1, то есть это функция m житая от θ. Так что здесь никаких проблем у нас нет. Ну, каждое выборочное усреднение сходится к своему настоящему среднему. И по теореме наследованной исходимости мы получаем, что ttn со звездочкой это функция m-1. Наша оценка по методу моментов это m-1 от выборочных усреднений. Тогда pt почти наверхная, она сходится к функции m-1 от пределов, то есть от функции m1 от θ и так далее, mk от θ. То есть это m-1 от m от θ. Но это и есть сам θ. Но, собственно, тут никаких проблем у нас нет. В общем, вот и вся теорема. Мы получаем сильно состоятельную оценку, и это хорошо. Да, конечно, здесь мы пользуемся усиленным законом больших чисел, поэтому у нас вот эти все функции должны быть конечные. Но если они, вот эти математические ожидания не определены, то высуждать про метод моментов бессмысленно. Вот эти функции у нас не определены. Но если у нас, у наших функций есть не только первые моменты, но и вторые, то есть, да, предположим, в дополнение к условию теоремы, для каждого θ и любого g у нас есть конечное математическое ожидание вида математическое ожидание gg в квадрате от x1. А функция m-1 не только непрерывно, но еще и дифференцируема на множестве m от θ большого. То для каждого g мы получаем, что оценка σjtn со звездочкой, то есть это житая компонента оценки метода моментов, она будет симпатически нормальной оценкой для параметров θg. Вот, то есть мы не вводили асимптотическую нормальность в многомерном случае, поэтому здесь мы говорим только об оценке одномерных, то есть об оценках координат нашего параметра θg. Вот, и все, что нужно, это вот конечность вторых моментов наших функций от x1. Доказывается это, в общем, применяем дельта метода, естественно. Вот, доказывать мы это не будем, желающие могут поупражняться самостоятельно. Вот, ну и подведем некоторые итоги того, что мы изучили по методу моментов. Значит, метод моментов, как мы поняли, поставляет нам самостоятельные и асимптотические нормальные оценки параметров. Ну, конечно, этот метод имеет целый ряд недостатков, и недостатки эти весьма серьезные, поэтому рассчитывать на то, что метод моментов вообще сработает где-то, кроме как, для стандартных распределений, не приходится. Ну, какие недостатки имеет метод? Во-первых, это подбор пробных функций. У нас есть стандартный вариант взять обычные моменты, x, x2, x3 и так далее, но если по каким-то причинам они не подошли, то возникает проблема поиска подходящих функций. Ну, давайте я возьму планшет и предвожу какой-то вариант такого распределения. Давайте мы рассмотрим распределение каши со сдвигом. То есть, у нас есть выборка, x1, xn и мы взяли плотность распределения каши со сдвигом. То есть, это плотность вида 1, делить на π, 1, плюс, x, минус, θ, в квадрате. Вот это, скажем, пробегает всю прямую, да, произвольное число. Тогда такое математическое ожидание у такой выборки вообще не определено. То есть, у него не то, что там нет старших моментов. У него нет вообще никаких моментов. И это очень плохо. То есть, вот уже в этом примере ни одна из стандартных пробных функций не может использоваться. Конечно, мы можем взять что-то другое, да, ну, например, не знаю, там, например, мы можем взять логарифм. Ну, логарифм как-то самого x плохо, да, потому что x может быть вещественный. Ну, не знаю, там, например, давайте возьмем логарифм x1 по модулю, ну, и там, плюс 1, чтобы уж совсем было корректно. Такое математическое ожидание конечно. Но метод моментов требует несколько большего. Он требует, чтобы мы могли посчитать эту функцию как функцию от параметра. Но желающие могут попробовать это сделать. Я не рискну и есть подозрение, что это весьма плохая функция и явным образом не выписывается. Категорично утверждать не стану, но идейно понятно. То есть, если мы взяли абы какое распределение, то надеяться на то, что мы не только сможем подобрать правильную пробную функцию, положим, мы это можем сходу сделать, то есть, у которой математическое ожидание просто конечное, но еще и посчитать это как точную функцию от параметра, это, ну, вот это уже выглядит совсем безнадежным вариантом. Вот. Так что помимо подбора пробных функций у нас возникает вторая трудность, которую мы уже обсудили, что для нахождения оценки нам нужно знать эту функцию m. Нам надо уметь решать систему. Мы не можем решать систему, если мы не знаем эту функцию m, да, что за уравнение нам дано. Вот. Поэтому с практической точки зрения это малопригодный вариант. И в общем получается, что применимость метода моментов, она сильно ограничена и по сути ограничена стандартными распределениями, для которых возможно аналитическое вычисление моментов как функция от параметров, да. Ну, вот эти стандартные распределения мы разбираем на примерах, на упражнениях по теории вероятностей, вот. И поэтому на упражнениях можно посчитать, но с практической точки зрения это довольно плохой метод, и в общем надо работать с чем-то другим. Ну, давайте вернемся к планшету и сделаем такой анонсик на следующий раз. Да, вот проигнорируем теперь вот эту идею с логарифмом. Хорошо, а что можно действительно попробовать предложить в качестве оценки этого параметра? Ну, хорошо, метод моментов не работает. В чем может быть другая идея? Другая идея состоит в том, чтобы взять другой функционал, естественно. Для данного распределения тета не является математическим ожиданием, но оно является 1 и 2 квантилею. Потому что плотность у нас симметрична относительно тета, соответственно, в точке тета функция распределения будет ровно достигать значения 1 и 2. Соответственно, мы можем надеяться на то, что выборочная 1 и 2 квантиль хорошо приближает наш параметр тета. Ну, вот это некоторый знак вопроса, который мы оставим пока. И на следующей лекции мы разберем теорему, которая доказывает, что действительно выборочные квантили хорошо приближают настоящие. И, соответственно, их можно использовать в качестве оценок настоящих квантилей. Кроме того, в следующий раз мы посмотрим на принципы, по которым мы можем сравнивать оценки. Мы уже познакомились с методом моментов, познакомимся еще с другими методами. Но хорошо, предположим, они нам поставляют все асимптотически нормальные состоятельные оценки. Такий вопрос, а как сравнить тогда эти оценки, если они даже все обладают хорошими свойствами. Вот. И разберем разные подходы к сравнению оценок. И, соответственно, дальше поставим те задачи, которые будем решать на протяжении всего курса. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok